Здравствуйте! Окрестности станции метро Сокол в Москве. Фотографии сделаны в 2003 году. Сейчас они могут быть интересны тем, что вокруг много изменилось, а на фотографиях видно то, чего уже нет. Ну вот, в частности, реклама уже не такая. Машины на улицах не такие. Вот этот дом еще стоит. Еще долго будет стоять. Но вокруг уже появилось много нового. Вот в этом месте на Ленинградском шоссе еще нет той транспортной развязки, которая была построена позже. Это ведь в сторону области, если стоять у Сокола. А это уже четная сторона улицы. Здесь новый дом над метро возник. Капитал Групп. Это вот его ММ-маркет. Это торговый центр при нем. Вот сам этот дом. В советское время его не было. Но в 2003 году он уже стоял. Уже его построили над выходом из метро. Дальше у нас... Этот дом стоит сейчас. Тут вот обратите внимание, где надписи шоп-шоп. Вот эти все торговые павильончики. Их уже посносили. Ничего такого нету. И слава богу, что их снесли. Стало чище на улицах, приятнее. Хотя торговцы были против. И сочувствующие у них были. Тоже говорили, что вот теперь беда. Они же удобство. Люди идут с работы, покупают. Ничего подобного. Без них стало гораздо лучше. Это вид в сторону центра. Ленинградское шоссе. А вид в сторону центра. Нечетная сторона улицы. Так, а вот нечетная сторона улицы. Ну, это Сталинка стоит, конечно. Долго еще будет стоять. Да, а вот мне за эти торговые павильончики. Их нет. Их посносили. Пожарная часть. Сталинка. Там дальше вот на торце. Театр написано. Там камерный театр находится. Музыкальный. Никогда там не был. Но все время хотел туда как-то попасть. Не получалось. Сама станция метро. Церковь за ней. Нечетная сторона улицы. Церковь на Соколе. Там парк. Сквер небольшой есть. Что еще? Ну, вот посмотрите. Да, машины уже совсем не такие сейчас. Таких ты уже и не увидишь. Въезжает в тоннель под Балтийской улицей. Это вид в сторону... Да, то был вид в сторону области. Это вид в сторону центра. Так, обзор по кругу. Это снималось как круговой обзор. Это риэлторская база данных. Она составлялась на предмет аренды. И обозревалась, где тут можно чего арендовать по торговой площади. Ну и так вообще для освежения в памяти места. Так, улица Лобяна. В общем-то, я думаю, там осталось все так же. А это бывший магазин Смена, Детский мир. Видите, еще там Арбат Престиж была, такая парфюмерная торговля. Сеть парфюмерной торговли, ее сейчас нет. Да, это вот развязка, где трамваи разворачиваются. Не знаю, ходят они еще или не ходят. Давно там не был в этом месте. Вроде как еще ходят. Хотя нет, не знаю. Боюсь собрать. Институт гидропроекта. Вид в сторону области. Волоколамское шоссе. Мои там. Да, вот еще гидропроекты Мои. Там целый квартал Мои занимает. Московский ациональный институт. Это вот такой газон посередине. Ну, здесь алмаз. Здесь радиотехнический институт. Это называлось в прошлом. Не знаю, как сейчас называется. Алмаз-Антай, по-моему, сейчас. Да, это вот центральное здание Алмаз-Антайя. Реклама уже такой не увидишь, какая здесь была на счетах. Балтийская улица, туда дальше. Дом книги. Филиал дома книги. Мы видим на Соколе. Да, дом книги. Не знаю, есть он сейчас, нет. Ну, должен быть, наверное. Калининградский проспект. Да, 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 реклама. Нет уже той рекламы. Уже другая заменила ее. Ну, 2003 год. Ну, 2003 год. 17 лет назад. Москва очень быстро меняется. Быстро застраивается. Быстро все преображается. Вот в этом доме жил маршал Катуков в 75-м. Маршал дронетанковых войск Катуков. Герой войны. Так, противоположная сторона с домом Капитал Групп уступами. Ну, вот, пожалуй, и все. Да, это вот просто по кругу обзор был. Снимал человек стоя у станции метро «Сокол». Сокол поворачивался там по часовой стрелке и делал кадры. Ну, немножко отходил там. Право-влево. Вот все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...